Недавно у вас был день рождения. И был день рождения. И 9 мая. И 9 мая. Вам исполнилось 88 лет, да? 88 лет. Житель микрорайона Чкаловский Виктор Александрович Беседин в годы Великой Отечественной войны в 13 лет был воспитанником 2-го Куйбышевского пехотного училища. Оно по ускоренной программе готовило пехотинцев для отправки на фронт. Сигналил, поднимал курсантов, отбой, на стрельбу возили курсантов. Давал команды стрелять, открыть огонь, прекратить огонь и так далее. Виктор Александрович дважды был в эвакуации, пережил бомбёжки. Воевать с фашистами не пришлось, не было ещё и 18-ти. После войны получил образование, стал инженером. 30 лет занимался испытательной работой. Прошёл путь от младшего инженера до первого заместителя начальника испытательного управления Глиц имени Чкалова в Ахтубинске и в Щёлкове. В отставку ушёл в 1986 году в звании полковника. К 88-му дню рождения заместитель глава администрации Щёлковского района Юрий Родионов преподнёс ветерану мощный и надёжный тонометр. От компании «Амрон» хороший аппарат для измерения давления. Спасибо большое. Обладателем другого тонометра стала ветеран войны Мария Ефимовна Лукьянова из Медвежьо-Озёрского. На днях ей исполнилось 95. Долгожительницу поздравил глава поселения Владимир Канахин. Вы прошли войну. Вы много сделали для того, чтобы мы могли к вам приезжать, чтобы наши дети, внуки могли дышать, жить. Поэтому очень благодарны вам. Ну, в общем, видите ли, как, вроде как-то вот такое желание людям помочь. В войну 18-летняя девчонка трудилась лаборантом на Ариутовской нефтебазе. Работы было не в проворот. Требовалось много горючего. Каждому типу машин, включая самолёты, нужно было своё топливо. В лаборатории лаборантом работала. Ой, как же мы эту победу ждали. Немцы так раза три добирались до этой нефтебазы, но бомбили с большой высоты и несколько раз попали просто в пустые цистерны. Трудовой стаж Марии Ефимовны внушительный, 57 лет, вышла на пенсию в 75. Благодаря таким людям, как Мария Лукьянова и Виктор Беседин, наша страна в Великую Отечественную войну одержала победу. Михаил Налётов, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Челково».